Вести Карачаева, Черкесия По поручению президента страны, с 1 июня этого года в России внепланово вырос мрот на 10%. Таким образом, сейчас он составляет 15 279 рублей, вместо прежних 13 890. Такая же сумма минимального размера оплаты труда будет действовать и в Карачаево-Черкесии. Трехсторонние соглашения об этом подписали республиканское правительство в лице премьер-министра Мурата Аргунова и объединение профсоюза в лице своего лидера Раиса Айбазовой. От Регионального союза промышленников и предпринимателей подпись под документом также поставил Абубакир Тамбиев. Кроме того, в рамках встречи обсуждались меры поддержки бизнеса и способы увеличения налоговых поступлений в бюджет региона. Мэр Черкеска Алексей Баскаев посетил дворы, которые были благоустроены в городе в прошлом году и промониторил ход работ на придомовых территориях, ремонтируемых сейчас. Градоначальник сказал, что фиксируют все жалобы, которые горожане оставляют в социальных сетях и в своих письмах в мэрию. По его словам, обращения поступают от жильцов, чьи дворы ремонтировались в прошлом году, в частности по улицам магазина Демиденко, Гутякулова, Международной и Фабричной. В Черкесске объявлен новый прием заявок на благоустройство дворов. О его нюансах и необходимом пакете документов в исполняющей обязанности начальника отдела жилищного контроля управления ЖКХ мэрии Республиканской столицы Магомед Джанибеков. В мэрии города Черкеска с 20 июня по 20 июля объявлен новый прием заявок на благоустройство дворовых территорий в рамках программы формирования комфортной городской среды. В рамках данной программы с 2017 года в Черкесске уже облагоустроено порядка 130 придомовых территорий. Новый прием заявок обусловлен тем, что перечень дворовых территорий, составленные на основании заявок, поданных в 2017-2018 годах, мы досрочно завершаем в текущем году. В этом году для участия в данной программе необходимо подать следующие документы. Это заявка, копию протокола общего собрания собственников помещения, акт обследования дворовых территорий, гарантийное письмо от управляющей организации о последующем содержании и текущем ремонте объектов благоустройства. Пакет документов необходимо подать в Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Черкеска по адресу Тургеневская, 78, 3 кабинет. Дополнительную информацию можно будет получить по номеру 20 08 87. Необходимый пакет документов также можно будет найти на сайте мэрии города Черкеска в разделе благоустройства. Дополнительная информация СНИЛС и ННН – основной государственный регистрационный номер, серия и номер документа удостоверяющего личность, а также серия и номер водительского удостоверения. Федеральный закон наделяет судебные органы правом запрашивать идентификатор ответчика еще на стадии судебного рассмотрения. Таким образом, факты направления в службу судебных приставов судебных решений без идентификаторов гражданина-должника будут исключены. В случае отсутствия указанных сведений в исполнительном документе, направленном для принудительного исполнения, исполнительный документ будет возвращаться в выдавший орган для надлежащего оформления. Сегодня, 23 июня, столетия со дня рождения, отмечает наш земляк, ветеран Великой Отечественной войны, потомственный казак Федор Владимирович Смородин. Родился юбиляр 1922 года в станице Усть-Джигута. После школы работал трактористом. 9 мая 1941 года был призван в Советскую армию. 9 мая меня взяли в армию, а 22 июня началась война, вспоминая ветеран. Был курсантом летного училища, затем его отправили на курсы связистов. Федор Владимирович всю войну прошел с 40-килограммовым обмундированием на плечах, налаживая поврежденные провода, обеспечивая непрерывную связь с командованием. Несколько тяжелых месяцев зимой 1942 года он со своим отрядом находился на перевале неподалеку от поселка Псху, не давая фашистам пройти по единственной горной тропе. Бои за перевалы Кавказа ему запомнились особенно. Долгое время сидели под обстрелами, почти без продуктов. Раз в неделю с самолета бойцам сбрасывали мешок с сухарями. Морозы и ветер. Наши воины выдержали стойко и дождались прихода подкрепления. Федор Владимирович дошел до Австрии и там встретил победу. Ветеран награжден Орденом Отечественной войны, медалями за оборону Кавказа, за победу над Германией, за взятие Австрии, медалью Георгия Жукова, имеет также четыре юбилейных медали и знак фронтовика. В общественной палате республики прошел круглый стол, на котором обсуждался проект реконструкции памятника революционерам в Центральном парке Черкеска. Сейчас здесь идут работы по благоустройству, в рамках которых запланирована и реконструкция памятника. Изначально руководство города не планировало здесь что-то менять, а лишь отреставрировать, но в процессе столкнулись с тем, что некоторые элементы пришли в негодность и не подлежат восстановлению. По словам заместителя мэра Черкеска Артура Озова, планировали изготовить новые, но качество имеющихся в архивах фотосненков людей, которым посвящен этот памятник, оставляют желать лучшего. Поэтому решили сделать таблички просто с указанием имен. Там же на гранитной плите будет размещена историческая справка об этом мемориальном комплексе. В этом году ему исполняется 40 лет. Памятник был открыт в 1982 году. Оригинальное отделение пенсионного фонда напоминает, что право на получение ежемесячной выплаты и средств материнского семейного капитала имеют семьи, в которых второй ребенок родился, начиная с января 2018 года. И средний душевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. В Карачаево-Черкесии в текущем году эта сумма составляет 27 612 рублей, рассказывает руководитель пресс-службы отделения пенсионного фонда по республике Анна Шаганова. В связи с увеличением с 1 июня размера прожиточного минимума повысился и размер ежемесячной выплаты на второго ребенка из средств материнского капитала. В Карачаево-Черкесии этот размер составляет 13 201 рубль с учетом индексации, что соответствует региональному прожиточному минимуму на ребенка. Всего ежемесячные выплаты из средств материнского капитала в Карачаево-Черкесии получают 268 семей. Выплату семьи могут получать до исполнения ребенку 3 лет. Подать заявление можно в любое время в течение 3 лет со дня рождения ребенка. Важно помнить о том, что если подать заявление в первые 6 месяцев после рождения ребенка, выплата будет установлена с даты рождения. Если обратиться после 6 месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления. Важно! Первый выплатной период устанавливается на срок до достижения ребенком возраста 1 года. После этого необходимо подать новое заявление о назначении выплаты. Заявление о получении ежемесячной выплаты можно подать через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг, а также в многофункциональных центрах или в территориальном органе Пенсионного фонда, предварительно записавшись на прием. По всем вопросам обращайтесь к специалистам Пенсионного фонда по телефону горячей линии 8 800 600 02 91. Три жителя Карачаевского района признаны виновными в причине тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть мужчины. Информацию комментирует старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Карачаево-Черкесии по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Евгения Перхилева. Следствием и судом установлено, что 22 апреля 2019 года трое подсудимых приехали в аул Хурзук для встречи с мужчиной, с которым у одного из них ранее произошел конфликт. В ходе разговора согласно ранее достигнутой договоренности злоумышленники начали избивать потерпевшего, в том числе металлической монтировкой, которую передавали друг другу. Не остановившись на этом, один из преступников достал имевшийся у него пистолет и выстрелил у лежащего на земле мужчину. После этого злоумышленники положили потерпевшего в багажник автомобиля, отвезли в район аула Учкулан и продолжили его избивать. Причинив более 40 травматических повреждений, подсудимые отвезли мужчину в больницу и скрылись. Потерпевший в тот же день скончался. 1 мая 2019 года злоумышленники были задержаны в городе Черкесске сотрудниками полиции. В целях установления истины по уголовному делу следователям допрошены свидетели, проведены проверка показаний на месте, очные ставки и все необходимые судебные экспертизы, изобличающие мужчин в совершении указанных преступлений. Суд, оценив собранное по уголовному делу наказательство, назначил одному из обвиняемых наказание в виде 12,5 лет лишения свободы, второму злоумышленнику в виде 10,5 лет и третьему 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Черкесский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном предпринимательстве. Житель республиканской столицы в составе организованной группы, не зарегистрировавшейся в налоговых органах, в 2015-2020 годах занимался продажей пряжи и текстильных изделий. По данным следственной части главного управления МВД по Северокавказскому федеральному округу, нелегальный доход от бизнеса превысил 43 миллиона рублей. В Карачаево-Черкесии в результате погони задержан подозреваемый в вооруженном разбое. В полицию ОВД по Черкесску обратился 25-летний местный житель, который занимается частным извозом. Мужчина рассказал, что на пересечении улиц Фурманова и Ставропольская неизвестный мужчина, угрожая ножом, завладел его автомашиной «Лада Приора» и скрылся. Незамедлительно были организованы оперативно-розыскные мероприятия. Ориентировку передали всем наружным нарядам полиции в республике и соседних регионах. В сторону Ставропольского края незамедлительно были направлены наряды ГИБДД и оперативники. На границе двух регионов разыскиваемый транспорт был обнаружен. Злоумышленник, увидев патрульные машины, развернулся и на огромной скорости направился обратно в Черкесск. Жительница станицы Зеленчукска хотела приобрести автомобиль, но стала жертвой мошенников. Она перевела неизвестному лжепродавцу автомашины ВАЗ-2106 задаток в размере 5000 рублей. Далее мошенник перестал выходить на связь. МВД по Карачаево-Черкесии призывает граждан быть более бдительными и не соглашаться на сомнительные сделки, особенно если речь идет о предоплате. Необходимо проверять добропорядочность лица, выложившего объявление о продаже, убедиться в благонадежности сайта или иного интернет-ресурса, прежде чем рисковать своими деньгами и отдавать их незнакомым людям. В сети интернет также можно проверить номера телефонов на принадлежность мошенникам. Не переходите по ссылкам, присланным от незнакомых людей. Выпускникам 11 классов огласили результаты ЕГЭ по двум обязательным предметам – русскому языку и математике, и двум предметам по выбору физики и истории. Так, русский язык, самый массовый экзамен сдавали 1762 выпускника, результаты в диапазоне выше 80 баллов показали 359 участников, средний балл по предмету среди выпускников республики составил 60 баллов. Не преодолели минимальный порог для получения аттестата, а это 24 балла, 174 выпускника. В ЕГЭ по математике базового уровня приняли участие 1236 человек. Около 80% участников экзамена успешно выполнили более половины заданий, которые на базовом уровне носят практикоориентированный характер и требуют не столько глубоких знаний, сколько умения логически рассуждать. Профильную же математику писали 506 человек. Это более продвинутый уровень. Неву выбирают те, кто планирует получать высшее образование. Готовятся, соответственно, более усердно. От 80 баллов и выше набрал 21 участник экзамена. Средний балл по предмету составил 49. Не преодолели минимальный порог в установленные 27 баллов 93 человека. В ЕГЭ по истории приняли участие 423 человека. Четыре участника получили на экзамене максимальные 100 баллов. Средний балл составил 49,9. Ведь физику писали 162 выпускника. 125 из них показали результат, превышающий минимальный балл для поступления в ВУЗы. И в продолжение этой же темы, как мы уже говорили, в регионе появилось 400 баллников. Все они блеснули знаниями на экзамене по истории. Так, высшие баллы получили Кирилл Кривобоков, выпускник 6-й школы Черкесска, Алан Бачаев и Аслан Урусов, выпускники 9-й гимназии, а также Азамат Ханкишиев, выпускник 5-й гимназии республиканской столицы. Специализированный центр выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи будет создан в Карачаево-Черкесе по национальному проекту образования в сентябре текущего года. В нем смогут обучаться дети со всех районов республики по направлениям наука, искусство и спорт. Он будет создан на базе Центра дополнительного образования детей. В трехэтажном здании расположатся лектории, зона для проектной деятельности, две лаборатории, кабинеты математики и иностранных языков, шахматная зона, художная мастерская и научно-познавательная зона, а также тренажерные и хореографические залы и комнаты для проживания детей. С 1 сентября текущего года на базе школы-интерната имени Латокова и Черкесска откроется Центр для детей с ограниченными возможностями здоровья. Который будет осуществлять образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. В частности, это дети с задержкой психического развития, речевого развития, нарушениями опорно-двигательного аппарата, детским церебральным параличом, а также дети с расстройствами аутистического спектра и т.д. В загородных и школьных лагерях Карачаева-Черкеси началась реализация Всероссийского образовательного проекта в сфере информационных технологий для детских лагерей «День цифры». Игра «День цифры» направлена на раннюю профориентацию и знакомство детей с популярными профессиями в IT и актуальными цифровыми технологиями. В пришкольном летнем лагере «Алые паруса» на базе Центра образования номер 11 Черкеска накануне прошел урок «Цифры». Главными задачами проекта являются ранее профориентация детей и подростков в период летних каникул, знакомство с IT-специальностями, обучение основами информационных технологий в непринужденной игровой форме. Мероприятие прошло в форме увлекательного квеста «День цифры». В рамках акции «Вода России» очередная экологическая акция по уборке берегов рек от мусора «Вода России» прошла на берегу реки Улу-Хурзук. Силами более 20 добровольцев, в числе которых сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии республики, студенты и преподаватели СКГТА, была убрана береговая линия на территории Аула-Хурзук. Напомним, акция «Вода России» является одним из самых масштабных экологических движений в России, самым масштабным экологическим движением в Карачаево-Черкесии и реализуется в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». На базе Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева откроется Центр развития этноспорта. В этом году данный проект получил грантовую поддержку Всероссийского конкурса молодежных проектов. Он направлен на повышение уровня знаний о традиционных видах спорта народов Северного Кавказа. В рамках проекта пройдет уникальный в своем роде турнир по этномногоборью, включающий в себя семь видов спортивной программы «Тутуш», «Национальная борьба на поясах», «Холташ», «Толкание плоского камня», «Джао-Джиб», «Лазание по промасленному канату», «Бег в гору», «Скайранинг» и другие. Ну и последняя информация. На базе Центра образования номер 11 Черкеска состался оригинальный этап Всероссийского соревнования среди юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». В нем приняли участие 12 команд из каждого района республики, школьники в возрасте от 10 до 12 лет. Во время летних каникул дети много времени проводят, катаясь на велосипедах, но прежде чем выезжать, они должны очень хорошо знать основные правила. По итогам конкурсных соревнований победителями стали представители Центра образования номер 11 республиканской столицы. В сентябре текущего года они же представят Карачаево-Черкесию в финале Всероссийского конкурса в Калуге. Второе место досталось команде из Малокарачаевского района, третье за ребятами Адыгихапольского муниципального образования. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению региональных синоптиков, сегодня по республике переменная облачность и местами кратковременный дождь и гроза. В отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. Ветер западный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В горах местами плюс 10-15. В Черкесии кратковременный дождь и гроза. Ветер западный 6,11 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 23. На этом информационный выпуск с Ритой Неровой завершен. До новых встреч в эфире. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч.